Вы знаете, вы будете долго смеяться, но нас опять глушат. Я думаю, что почти все здесь присутствующие, как минимум, однажды уже выслушивали наши жалобы на эту тему. Ну да, высказывали мы их в этой студии не единожды, и не единожды мы слышали обещание присутствующих нам помог. И это продолжается с августа прошлого года. На второй год пошла эта история. Я вам хочу сказать, что этот год неизвестные злоумышленники провели очень оперативно. Вдумайтесь, с августа прошлого года прошло чуть больше 350 дней. За это время нас глушили ровно 200 раз, более 200 даже раз. Мне подсказывали. Нам не важно, куда перешел Шустер, нам важно, что наши зрители нас не видят. Я бы на вашем месте и вам так не смеялся. Вчера нас практически не видели по всей территории Украины. По всей территории Украины. Херсонская область, Закарпатия, Одесская область, Киев, Харьковская область. Ну, карта расширяется просто с каждым днем. Вам и вам смешно. Но я вам хочу сказать ту вещь, от которой, может быть, у вас настроение изменится. Чего вы сюда приходите тогда? Объясните. Вас не видят в этот момент. И, понимаете, какие темы вы поднимаете, какие, власне, режиссованы передачами Инклюзии. Нет, за это, конечно, спасибо. Нам лестно. Но вы, я вам хочу напомнить, вы, например, одним из депутатов, которые в этой студии сидят, обещали помогать расследовать эту историю. Безумовно. Обещали. Что вы сделали за это? Я жодных материалов от вас не получил. Хоча бы пропонувал вам написать заяву в Службе безопасности Украины. Поверьте, мне не одно заявление. Мы прямо в эфире Службы безопасности обращались. Я памятаю, это Google Map, где было вказано, где-то, приблизительно, в районе Винницкой области, в котором стоял ретранслятор, который глушил ваш сигнал. Это единственное, что я побачил. Если вы напишите заяву, давайте заниматься. Ось мой коллега, первый, наступный, главный комитет Украины. Сколько заявлений переписали? Я думаю, мы уже, как говорится, всю бумагу извели, все чернила у нас высохли. Столько раз писали заявление и в СБУ, и в прокуратуру. И, извините, мой коллега Дмитрий Анопченко эту тему поднимал во время одного из интервью с президентом. Евгений, вспомните, даже президент сказал, что защищу в Интере. Я в категоричном впевнении, что, например, такие резонансные вопросы, они только подвищают рейтинг, как властные каналы, так и вашей программы. Поэтому можно только виталийте. Я вам дам подсказку, они могут повысить ваш рейтинг на местных выборах. Три недели осталось. Используйте. Поднимайте этот вопрос в полном раме. На самом деле, я не знаю, здесь присутствующие могут со мной не согласиться, но у меня стойкое ощущение, что те, кто это делает, или тот, кто это делает, у него есть крыша. Он пользуется поддержкой, покровительством людей, которые имеют власть и деньги. И вот это меня... Потому что я не верю в то, что человек, не имеющий крыши, как сейчас принято говорить, не пользующийся негласной поддержкой кого-то, не последнего во власти, вот так вот свободно этим не может заниматься. А третья черв... А сейчас слышат или не слышат? А видят хотя бы? А вот мы сейчас узнаем. У нас... Можно отзывнок маме, маме, дробейте, запытаться. Нет, нет, мы сейчас попросим наших коллег. Ребята, вы именно нас слышите ведь? Да, и пожалуйста, как только у вас будет какая-то информация, где нас не видят, вы просто нам сообщайте, а мы будем это ретранслировать в эфир. Ну хорошо, слушайте, а вы что-то хотели сказать? Я знаю точно, что Харьков нас не видит. Евгений, вы так аккуратно спрашиваете, но давайте подумаем. Это же оборудование, которым глушат по такой большой географии. Оно же в радиомагазинах не продается. Это однозначно военные установки, правильно? Ну не обязательно военные. В любом случае, они не бытовые. То есть это нечто промышленное, которое госчистотнадзор может видеть и вычислять мгновенно. Но если это до сих пор не происходит, то, соответственно, всей ветви власти это каким-то образом покрывает. Поэтому можно жаловаться в СБУ, прокуратуру, в милицию. Результат будет один. Любое альтернативное мнение, которое не согласно с властью, власть будет всячески оккупировать. В том числе и технические влады. Я могу категорично вам сказать, что одна из гелок влады точно это не покрывает. Правильно? Вот у нас тут сидят, принаймні, три члена Комитета нацбезпеки и обороны. Мы можем категорично заявить, что мы не покрываем никаких злочинцев, которые сегодня, как-то скажут, глушат. Ну, вы знаете, власть вашим комитетом не заканчивается. При всем моем глубоком уважении. Ну, я просто прокомментировал одну из трех гелок влады, которые у нас есть. Это только, извините, поговорить. А технические средства есть и исключительно блокируют эту работу. Принаймні, ця гелок влада с жодного еще официального заявки от телеканала «Интер» не отримала. Зробить, будем разбираться. Извините, но если каждый день в эфире об этом говорят люди, то достаточно оснований для того, чтобы СБУ это самостоятельно расследовало, если оно заинтересовано в этом. Нет, ну, я понимаю, что не каждый день. Я понимаю, что сейчас только появилось это. Нет, ну, было затишше. Говорим уже третий день. Было затишше. Сегодня третий день. Особенно жестко глушили вчера.